Они это сделали. Волонтёры доставили в разрушенный украинский город Изюм, Харьковской области, машину неотложной скорой помощи. Средства на неё собрали жители Латвии, а съёмочная группа РУС и ЛСМ сопровождала скорую до конечной точки. Репортаж Алексея Дунды. Вот мы приехали в Изюм, почти 3000 км от Амстердама. Сейчас доедем до больницы и отдадим машину. Спасибо всем, кто жертвовал каждый евро, каждый доллар. Совершенно разные знакомые и незнакомые люди. Спасибо им огромное, спасибо всем. Это, я думаю, не повоследняя эта машина. Вообще всего 110-я от фонда Зайлен, что тоже, конечно, уму непостижимо. Здесь мы остановились. Это не два дома, это один дом, который вот так вот располовинило. Вот эти вот остатки такой обычной мирной жизни как-то наиболее ужасно выглядят, мне кажется. Вот этот вот контраст, вот там стоит пианино, вот задняя стенка. И просто вот, ты прям вот видишь, как кусок жизни просто отрезан. За моей спиной городская больница Изюма. Так она выглядит. Это ее главный вход. Ну а рядом с главным ходом наша машина, наша скорая. Мы ее привезли. Жители Латвии собрали на нее деньги. И скоро мы передадим эту машину врачам этой больницы. Вода есть, свет есть. Сегодня делать, начали отопление. Вчера пришла машина с запчастями. Начали делать отопление, сейчас мои ребята. Сейчас теплосеть придет, помогать тоже будем. Я думаю, что, ну, в середине следующей недели мы будем с отоплением. А сколько больных сейчас у вас? 65. А по городу вообще какая обстановка? Сколько людей осталось? Ну, я думаю, 1023. Всего? Всего, да. Многие ж пока не возвращаются. Ну, отопительный сезон, как он пройдет. Люди и доктора мои не возвращаются, пока что ждут весны. Остались без жилья, многие вообще нету жилья. Да, даже вот такого не осталось. Уже людей не было. Он за подвал тоже откуда-то знал, сам попросился. С 6 на 7 мы, как все сюда, вот, на тот момент, все, кто остался в больнице, все, как сюда, эвакуировались со всех этажей нашей больницы. Так мы и уже дальше продолжали отсюда, не уходили. Мы, знаете, как, даже когда начались обстрелы, оно получалось как? Так, днем было спокойно, днем было спокойно. А обстрелы, вот в начале марта, всегда происходили ночью, ночью. Поэтому днем не спишь ты по известным причинам, а ночью не спишь, потому что обстрелы было. То есть было достаточно тяжело всем. Держите. Дякуем вам за допомогу. Спасибо всем, кто участвовал. Мы в конечной точке нашего маршрута. Надеемся, все это поможет продержаться и до победы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.